Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Ускорить прохождение контроля и исключить необходимость предъявлять паспорт. В сертификатах о вакцинации от коронавируса может появиться фотография владельца. Учреждения культуры получат финансовую поддержку государства. О какой сумме идет речь и как будут распределять средства расскажем в новостях экономики. С доставкой на дом. Как волонтеры помогают пожилым самарцам пережить режим самоизоляции. Зачисление зарплаты пенсии, льготный проезд, скидки и бонусы. В регионе подали более 6000 заявок на оформление карты жителя Самарской области. Переписью населения в России оказалось охвачено более 50 миллионов домохозяйств. Стали известны первые итоги процедуры. За сутки в Самарской области зафиксировали 1793 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе 160 421. Наибольший прирост заболеваний ковидом в регионе сейчас наблюдается среди людей старше 50 лет. А вот у детей в возрасте от года до 16 фиксируется спад заражения. Какие меры в связи с этим выработали на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, расскажем в сюжете. По данным Роспотребнадзора, наибольший прирост по заболеванию ковид-19 сейчас отмечается у людей от 50 лет и старше. Что касается профессиональных групп, то распространение инфекции выше среди тех, кто работает в сфере услуг. Я обращаю внимание, что у нас по удельным показателям, по-прежнему, очень высокий уровень заболеваемости в сфере услуг. Я прошу сконцентрировать свои усилия. Если нам по другим отраслям, офисные работники, что у нас тут было на отдельном контроле, торговля, промо-предприятия, цифры пришли к среднеобластным, то сфера услуг у нас на высоких показателях, в 3-4 раза превышающих среднеобластные значения по другим отраслям, сегодня сохраняется. Несмотря на это, нерабочие дни дали положительный эффект. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизации показателей. Но пока на высоких цифрах. У детей во всех возрастных группах, начиная от года и до 17 лет, наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших вне больничной пневмонии. При этом свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 29%. Из созданных в больницах 8472 коек занято чуть более 6000. Вакцинация на территории региона продолжает проводиться. На сегодняшний день поставлено 1 миллион 711 тысяч доз вакцины, с которых израсходовано 84%. Прибито 1 миллион 432 тысячи 624 человек, что составляет 70,5% от плана вакцинации, 48% от населения и 89% использования вакцины. Что касается спортивных секций, то в ближайшую неделю занятия возможны на свежем воздухе, также в спортсооружении, где есть открытые площадки и индивидуально. Кроме того, тренироваться могут участники сборных команд. Принимаем решение, да, коллеги, на свежем воздухе можно заниматься по всей территории области. Раз у нас главы муниципалитетов, которые могли принять это решение, не берут на себя ответственность, мы примем это решение на областном штабе. Беспокойство участников штаба вызывают люди старшего поколения. По квартирный обход показал, что многие из них опасаются делать прививку, боясь осложнения для здоровья. Губернатор Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять разъяснительной работе. Необходим персональный подход каждому. Виктория Шарая, События. В сертификатах о вакцинации от коронавируса, которые выдаются жителям России, может появиться еще одно нововведение – фотография владельца. Наличие снимка в документе может ускорить проверку его подлинности. Отпадает необходимость в предъявлении паспорта. Напомню, на минувшей неделе россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца. Теперь в документе, помимо фамилии, имени и отчества, даты рождения и адреса привившегося человека, указываются пол и паспортные данные, а также сведения о вакцинации и ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенном COVID-19 – дата выдачи сертификата. Вся информация дублируется на русском и английском языках. 23 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке вновь заработает пункт вакцинации от коронавируса. Привиться там могут все желающие граждане в возрасте старше 18 лет. Будут ждать и тех, кому там ввели первую дозу вакцины 2 и 3 ноября. Граждане смогут получить вторую дозу препарата и завершить процедуру защиты своего организма от COVID-19. Также специалисты примут и тех, кто решил сделать ревакцинацию. Пункт будет работать с 8 утра до 8 вечера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. За два дня работы пункта на базе библиотеки 2 и 3 ноября там привились около тысячи человек. В Самарской области привиты от коронавируса почти 50% населения, однако пока еще недостаточно высокий уровень охвата прививками пожилого поколения. Именно у них высок риск тяжелого течения болезни, а вакцина доказанный и пока единственный способ предотвратить тяжелую болезнь и выработать коллективный иммунитет, способный остановить дальнейшее распространение инфекции. О необходимости прививаться пенсионерам говорят социальные работники, которые помогают им по хозяйству. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Ольга Белова уже почти 4 года работает в социальной службе. Сейчас у нее около 15 подопечных пожилого возраста. Кому-то необходимо принести продукты и лекарства, кому-то помочь по хозяйству. А иногда достаточно просто поговорить, чтобы пенсионеры чувствовали себя лучше. Мне нравится людям делать добро, потому что многие бабушки совсем одинокие, к ним никто не приходит. Приходишь как-то, начинаешь уделять им внимание, им сразу, у них поднимается настроение, им охота поговорить, потому что они совсем одни, не с кем даже поговорить и помочь. Как работник социальной службы, Ольга осознает всю ответственность своей работы, особенно в пандемию. Поэтому она привилась еще в марте. Тогда же вакцину поставила и одна из ее подопечных, Клавдия Стаханова. Ветерант труда федерального значения, до пенсии работавшая на заводе «Экран». Женщина осенью прошла и повторную вакцинацию, после того, как от коронавируса умерла ее близкая подруга, а также уговорила своих знакомых тоже пройти эту несложную процедуру. «Спокойнее. Знаете, я вот выхожу, у меня там эти пенечки стоят под деревом, под боярышником, на улице. Я посижу, на людей погляжу, кто-то подойдет со мной поговорит. Я уже не боюсь, что я защищена и не боюсь к своим поехать. Я же скучаю, и они скучают во мне». Не переживает Клавдия Стаханова и когда в гости приходит социальный работник. Ведь именно благодаря вакцине они могут общаться, не опасаясь за свое здоровье. Единственный выход в данной ситуации в связи с COVID-19 – прививаться всем сотрудникам, также получателям социальных услуг для выработки общего иммунитета. В Центре социального обслуживания населения Безымянски вакцинированы почти все сотрудники и почти половина подопечных. Андрей Горгуленко, События. На улице Некрасовской завершают работы по перекладке теплосетей. Специалисты выполняют восстановление дорожного покрытия и другие работы по благоустройству участка от Садовой до Ленинской. Участок улицы Некрасовской – один из последних плановых, где подрядчик ресурсоснабжающей организации вышел на финишную прямую. Об этом говорили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Его провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. На подачу тепла оставшиеся работы на объектах не влияют. Перед подрядчиками стоит задача все завершить в течение 10 дней. По плановым вскрытиям из 42 у нас остались работы на 11, продолжаются до 25 числа. Соответственно, ноября данные работы планируем по графику завершить. Напомню, что в этом году в Самаре было предусмотрено несколько десятков таких объектов обновления. Масштаб работ колоссальный. Самара первой среди городов-миллионников перешла на модель тарифообразования по методу альтернативной котельной, войдя в единую зону теплоснабжения. Это позволило заручиться небывалыми инвестициями в отрасль. За последние два года они составляют около 5 миллиардов рублей, а также увеличить объем работ по модернизации теплотрасс. Все это способствует повышению надежности теплоснабжения жителей. Благодаря новому методу в значительной степени сокращается количество теплосетевых объектов, находящихся в разной степени износа, минимизируется вероятность технологических повреждений во время прохождения отопительного периода. Контроль за ходом отопительного сезона и завершением плановых работ по капремонту и модернизации теплотрасс остается непрерывным. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Учреждения культуры получат финансовую поддержку государства. О какой сумме идет речь? На эти цели запланировано более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Как будут распределяться средства, расскажу сразу после курса валют. Курс доллара на 17 ноября – 72 рубля 55 копеек. Евро – 82 рубля 52 копейки. Нефть марки Brent торгуется на отметке 82 доллара 42 цента за баррель. Курс биткоина упал на 6 тысяч долларов до 10-дневного минимума в 60 тысяч долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта потеряла в цене 7,6%. Стоимость биткоина продолжает снижаться после того, как 10 ноября она установила исторический максимум на отметке в 69 тысяч долларов. С тех пор первая криптовалюта подешевела на 12%. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 2 миллиарда 200 миллионов рублей на поддержку федеральных учреждений культуры. Из этой суммы более 1 миллиарда 200 миллионов рублей направят на субсидии театрально-концертным организациям и свыше 606 миллионов музеям. Отдельной строкой прописано финансирование Большого театра и Эрмитажа – 196 и 197 миллионов рублей соответственно. Из-за пандемии коронавируса учреждениям культуры пришлось ограничить посещаемость, что сказалось на доходах. При этом они должны исполнять свои обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам. Центробанк не сможет вводить ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для системно значимых кредитных организаций. В особую категорию они выделяться не станут. Такой пункт исключен из доработанного ко второму чтению законопроекта о прямых количественных ограничениях. Российские власти думают, что лимиты должны в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы не было регулятивного арбитража и перетока рискованных кредитов. Законопроект о праве Центробанка вводить количественные ограничения на выдачу кредита физическим лицам Госдума приняла в первом чтении 21 октября. Попытка решить проблему перегретого рынка потребительских кредитов таким образом может только усугубить ситуацию, считают в Ассоциации банков России. Минпромторг поддержал предложение Совета Федерации и Минсельхоза, которые направлены на внедрение в Россию маркировки продукции осетровых рыб. Такое заявление сделал заместитель главы министерства Виктор Евтухов, добавив, что если такая маркировка будет принята, она затронет деятельность порядка двух тысяч предприятий. Представитель ведомства также предлагает маркировать не только продукцию осетровых, но и расширить список рыбной продукции. Он рассказал, что сейчас затраты производителей на маркировку других видов составляют менее рубля и отметил, что это не отразится на уровне цен. В Россельхознадзоре поддержали введение маркировки рыбной продукции, так как это позволит отследить продукт. Сейчас на российском рынке доля нелегальной красной икры составляет примерно 10%. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Обезопасить пассажиров и предотвратить возможную трагедию. В Самарской области сотрудники госавтоинспекции региона проводят месячник по безопасности дорожного движения. В центре внимания проверяющих грузовые авто, а также городские и межмуниципальные пассажирские автобусы. О требованиях, которые комиссия предъявляет к водителям и компаниям-перевозчикам, расскажет Михаил Ермоленко. Безопасность пассажиров и водителей на дорогах Самарской области – главная задача сотрудников госавтоинспекции. Проверяющие говорят, дорожная обстановка во многом зависит от состояния самого транспортного средства. Поэтому, прежде всего, инспекторы ГИБДД проверяют именно техническую документацию. В рамках месячника по безопасности дорожного движения комиссия контролирует техническое состояние грузовых автомобилей, проверяет наличие необходимой путевой карты, а также законность перевозочной деятельности. Кроме того, инспекторы следят за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Самое массовое нарушение у нас со стороны водителей грузовых автомобилей – это не соблюдение режима труда и отдыха, а также отсутствие на транспортных средствах специального технического устройства, называемого тахографа, которое призвано следить за тем, как водитель выполняет свои трудовые обязанности. На это делается во всех мероприятиях основной акцент. Сотрудники отдела технического надзора следят и за исправностью пассажирских автобусов муниципального и межмуниципального назначения, проверяют наличие путевой карты, работу системы ГЛОНАСС, соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также за оснащением транспорта. Необходимые условия для автобусов – наличие багажного отделения. Его отсутствие – самое распространенное нарушение. Недобросовестные перевозчики зачастую используют автобусы малого класса М2 для перевозки людей. В нем багажный отсек не предусмотрен. В ходе таких рейдов на нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении. В зависимости от характера нарушения, штрафы могут достигать до полумиллиона рублей на юридических лиц. Такие штрафы, как отсутствие карты маршрута, отсутствие договора страхования пассажиров, а также отсутствие лицензии на перевозку пассажиров. За 10 месяцев этого года проверяющие выявили более 4600 нарушений правил дорожного движения, как водителями автобусов, так и грузового транспорта. В отношении должностных лиц собрано более 1800 административных материалов, а в отношении юридических – около 300. Подобные проверки продолжатся и в будущем. Михаил Ермоленко, События. Привлечь внимание к аварийности на дорогах. В Самаре сотрудники госавтоинспекции провели краш-курс для студентов одного из колледжей города. В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, которые отмечаются 21 ноября, учащимся показали, какими могут быть последствия, если не соблюдать правила дорожного движения. Обо всем подробнее Никита Колосов. Студент третьего курса Николай Смородинов недавно закончил автошколу и сдал на права. Молодой водитель не первый раз пришел на краш-курс, который проводят сотрудники госавтоинспекции. Говорит, когда воочию видишь, во что превращается автомобиль, попавший в аварию, десять раз подумаешь, стоит ли нарушать правила дорожного движения. Перед тем, как сесть за руль, водитель должен осознавать ответственность за свои действия перед другими участниками дорожного движения. Молодой человек на личном опыте знает, к чему может привести невнимательность на дороге. Несколько лет назад был такой случай, что моя мама, возвращаясь с работы, переходила, получается, по пешеходному переходу, и водитель, который ехал по второму ряду, он не увидел и тоже на скорости ее сбил. Мама жива. Да, сейчас все в порядке уже. Слава Богу, обошлось. В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается 21 ноября, сотрудники госавтоинспекции ежегодно проводят краш-курс в учебных заведениях Самары. Слушателям предлагают рассмотреть главные ошибки водителей, которые могут стать причиной серьезных ДТП. Студентам колледжа показали несколько видеороликов, снятых с места аварии и наездок на пешеходов. В каждом материале о последствиях ДТП рассказывают сами участники. И, конечно, это очень затрагивает. Мы видим хороший отклик. Следовательно, в будущем, я думаю, те, кто посмотрели наш краш-курс, уже не будут нарушать правила дорожного движения и будут задуматься о своей безопасности на дороге. За 10 месяцев этого года на территории Самары произошло 910 дорожно-транспортных происшествий. Нередко виновниками аварий становятся неопытные водители. Никита Колосов, Николай Епифанов, События. И далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре поймали изготовителя поддельных справок о метаотводах к вакцинации от COVID-19. По предварительной информации, с мая по июль текущего года он оформил такие документы для 10 человек, отправлял их заказчикам-курьерам, а деньги получал на банковскую карту. Подозреваемого задержали в Кенеле. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции сделали проверочную закупку. Против молодого человека возбуждено уголовное дело за подделку документов. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Деньги из безлимитных транспортных карт студентов и школьников перенесут на следующий месяц. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В случае, если в течение месяца по социальной карте, а также студенческой и школьной транспортной карте не было совершено ни одной поездки, средства будут перенесены на следующий месяц автоматически, рассказали в Дептрансе. По интересующим вопросам можно обращаться по телефону 8-929-707-6138. В Самаре бывшие полицейские получали взятки от торговцев алкоголем. В ближайшее время в областном центре стартует судебный процесс в отношении экс-сотрудников полиции. По версии следствия, в 2019 году один из них узнал, что предприниматели хранят на своих торговых точках алкоголь без необходимых разрешительных документов. Через своего подчиненного фигурант предложил бизнесмену платить деньги. За это он пообещал закрыть глаза на выявленные нарушения. В итоге с июля 2019 года по июль 2020 обвиняемый получил 380 тысяч рублей. Преступную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Самарской области. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения. За водителями в столице региона наблюдаются высоты птичьего полета при помощи аэростата. Совместные мероприятия проводят сотрудники ГИБДД и Росгвардии с лета 2019 года. Аэростат представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения. Она способна фиксировать нарушение правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около 10 километров. Обзорность 360 градусов. Таким образом, профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля как днем, так и ночью. Изображение с нарушением ПДД в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления, где на компьютере сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию экипажу ДПС. В России новые правила обмена поврежденных купюр. Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий взаимодействие граждан и кредитных организаций при операциях по обмену и замене банкнот. Согласно принятому закону, при обмене банкнот различного достоинства и замене поврежденных купюр на сумму не более 40 тысяч рублей, спрашивать у клиента паспорт или другой документ, устанавливающий личность, не будут. При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако, если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно сможет потребовать у клиента паспорт. Стали известны первые итоги переписи населения. Она завершилась в воскресенье 14 ноября. Переписью оказалось охвачено более 50 миллионов домохозяйств. Участники масштабного проекта, сотни тысяч людей от IT-разработчиков до переписчиков и волонтеров, приложили максимум усилий. Для этого процедура прошла успешно. После обработки всех поступивших данных будет предоставлена точная информация по каждому источнику, сколько человек переписалось с помощью переписчиков дома на портале госуслуг на переписных участках. За счет цифрового сбора и анализа, первые оперативные данные о численности жителей Росстат планирует опубликовать в конце января, а до конца 2022 года подвести полные итоги переписи. И эта перепись отличалась тем, что проходила под пристальным вниманием и контролем общественности, в том числе с использованием соцсетей. Эксперты прогнозируют, что прошедшая перепись может стать последней, где участвует такое количество переписчиков. Наступившая эра цифровых технологий и внедрение новых принципов работы с государственными данными, в том числе сведениями о населении, внесут большие изменения в способы проведения переписи. Перепись 2030 будет кардинально другой и в основном станет базироваться на данных из государственных информационных систем. Добро с доставкой на дом. В Самаре продолжает работу городской волонтерский штаб в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Как активисты помогают пожилым и маломобильным самарцам, увидела Ольга Хомракулова. Тимуровцы 21 века. Так пенсионерка Людмила Суркова называет приходящих к ней волонтеров городского штаба всероссийской акции «Мы вместе». После звонка в штаб они приносят продукты, лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ. Я же выписываю газеты всю жизнь. Вот отсюда я узнала. Позвонила по телефону. Это большая помощь. Это очень большая помощь. Без них нам, старым людям, не обойтись. Никаких сложностей и путаницы не возникает. О безопасности тоже позаботились. Волонтеры и заявителя связывает общий секретный код. Во-первых, я обучаюсь на направлении социальной работы. И это как бы даже прям потребность такая. И просто самой захотелось помогать людям. Сначала поступает заявка в колл-центр. Она оформляется. Затем она отправляется волонтером. Волонтер с этой заявкой, со списком продуктов. Идет в магазин, покупает все необходимое. Прикладывает чек. И приходит к нуждающимся, к тем, кто сделал заявку. Заявки на приобретение продуктов за счет средств заявителя и доставку принимают в колл-центре городского волонтерского штаба «Мы вместе» по телефону горячей линии. Сюда могут обращаться пожилые жители Самары. Те, кто проживает одиноко, ограничены в передвижении или находятся на самоизоляции. Заявки передают в районные филиалы городского штаба. А там адреса распределяют между волонтерами. Обращение принимают с 9 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. В регионе подали более 6 тысяч заявок на оформление карты жителя Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Проект, реализованный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне. Карта жителя Самарской области участвует в программе лояльности национальной платежной системы «Карты Мир», что позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнеров. Карта работает как банковская с транспортным приложением и дает возможность оформлять на нее все социальные выплаты, переводить зачисления пенсии, стипендии и заработные платы. Сейчас разработчики завершают тестирование системы подачи заявлений на оформление карты жителя Самарской области через интернет-портал картсамрегион.ру. А пока для получения карты необходимо обратиться в региональный офис банка-партнера проекта, предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС, изготовление и обслуживание карты бесплатно. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok